Добрый день, это журнал Автодела. И наш сегодняшний обзор посвящен автомобильному комбо-видеорегистратору, совмещенному с радар-детектором Intego Magnum. Это новинка 2017 года. Она вышла на российский рынок примерно в сентябре месяце. И ее корпус очень похож на модель, которую мы рассматривали ранее. Это комбинированное устройство Intego Blaster. Так оно и есть, потому что корпуса у них одинаковые. И размер корпуса на самом деле определяется новой мультиполосковой антенной, которая находится вот в этой части устройства и предназначена для приема сигналов радаров скорости. Здесь же находится и окошко приемника лазерного излучения. Отличия между двумя моделями Intego Blaster и Intego Magnum заключаются в том, что, во-первых, Intego Magnum дешевле, чем Intego Blaster на целых 3 тысячи. Его цена чуть менее 8 тысяч. И сделано это удешевление не за счет радарной части или GPS модуля, а за счет удешевления видеорегистратора. Если в Intego Blaster видеорегистратор был двухканальный, сверху здесь на торце находился разъем для подключения тыловой камеры, то регистратор Intego Magnum одноканальный. И разница еще в том, что Intego Magnum используется процессор, который работает в формате Full HD, и запись ведется в формате Full HD, в то время как в Intego Blaster разрешение более-более высокое, и там формат назывался Q Full HD. Немного упростили и процессор, упростили и объектив, который имеет меньший угол съемки. Ну, меньше это относительно, если в Intego Blaster составлял 150 градусов по диагонали, то в этом устройстве он составляет 130 градусов, что на самом деле не сильно меньше, не сильно отличается. Но при этом радар-детектор остался тот же самый, качество и свойства у них аналогичны, при этом по нашему субъективному ощущению работа GPS-информера стала лучше, и он получил обновленную прошивку и обновленное меню. В комплект к устройству идет кронштейн с силиконовой присоской на лобовое стекло и адаптер питания для подключения к бортовой сети автомобиля. Сейчас мы включим регистратор и подробно рассмотрим меню. Основная особенность комбо-устройств Intego Magnum и Intego Blaster это отсутствие как таковых кнопок на корпусе. Их здесь нету. Мы видим лишь вентиляционные панели. С левой стороны находятся разъемы. Это разъем, коаксиальный разъем питания, разъем мини-USB для обновления прошивки, слот под SD-карту и разъем для подключения наушников. Все управление идет через тачскрин панель. Здесь резистивный тачскрин экран и касание к нему приводит к определенным действиям. Например, нажатие на эту кнопку сохраняет точку поля. Нажатие на вот эту кнопку позволяет изменить режим работы радар-детектора. Нажатие на правый верхний угол позволяет изменить громкость работы радар-детектора. Кнопочка M вызывает меню. Меню здесь, как я говорил ранее, обновилось. Оно стало, на наш взгляд, более удобным и более наглядным. И именно меню мы сейчас с вами и посмотрим. Обратите внимание еще вот на что. Что в нижней части дисплея у нас располагается индикатор, который показывает включенные диапазоны. И показывает вот здесь на клеточке, как идет полоска в случае, если у нас идет облучение от радара контроля скорости. Нажатие на динамик позволяет быстро отключить громкость. При движении в этой части отображает спидометр. А в центральной части может ображаться сообщение о точках поля либо об одной в центральной части, либо о двух последних точках поля, которые располагаются справа и слева на экране. Давайте рассмотрим параметры данного устройства. Начнем с видеорегистратора. Настройки регистратора очень простые. Их немного. Это можем изменить разрешение между HD и Full HD. Изменить длительность циклической записи, поставив одну, три или пять минут. Изменить резкость, низкую, высокую, среднюю. Изменить экспозицию и ввести номер автомобиля для того, чтобы он впечатывался в штамп. Вот, в принципе, и все настройки. Самое интересное здесь в настройках кроется в настройках радар-детектора. Ну, в режиме просмотра мы заходим, когда нам необходимо просмотреть какую-либо сделанную ранее запись. Вот, настройки радар-детектора, они здесь на самом деле самые интересные, самые объемные. Потому что именно детекторная часть служит основным плюсом данного устройства. Так вот, настройки радар-детектора. Если у нас включен режим Smart. При переходе в режим Smart мы видим, что у нас являются включенными все диапазоны. При этом диапазон КА лучше отключить, поскольку он нам не нужен в режиме Smart тоже. Он не работает в России. Порог скорости город и порог скорости трассы, они не относятся к режиму Smart, являются общими настройками, это фильтры скорости, ниже которых не будет работать звуковое оповещение. То есть, в режиме город до 40 км в час звукового оповещения не будет. В режиме трасса до 60 км в час звукового оповещения не будет. И, соответственно, здесь мы включаем или выключаем оповещение радар-детектора по голосам, ли и оповещение зумером, они включаются и выключаются отдельно. При этом, если мы поменяем режим работы, ну, например, на город 1, для смены режима работы в меню обязательно необходимо нажать на кнопку Save, то мы увидим, что диапазоны у нас не изменились. То есть, в диапазоне город 1 у нас отключен диапазон X, при этом диапазоны К, стрелка и лазер включены. В режиме город 2 у нас отключен, включен только диапазон стрелка и только диапазон лазер. Вот, посмотрите, диапазон X, диапазон К выключены, диапазон стрелка и диапазон лазер включены. А в режиме город 3, это самый тихий режим, здесь отключен радар-детектор и включено только оповещение по базе данных. Возвращаемся к режиму Smart. Так вот, режим Smart работает таким образом, что он меняет в зависимости от скорости движения режимы работы радар-детектора. Как раз в общих, но в дополнительных настройках мы выбираем уже скорости, пороги скорости смены режимов в режиме Smart. То есть, до 40 км в час у нас будет работать режим Гора 3, где радиомодуль вообще отключен. От 40 до 60 будет работать режим Гора 2, где у нас работает только стрелка и лазер. С выше 60 уже Гора 1, где подключается диапазон К. И свыше 80 км в час у нас включается режим Smart. Это алгоритм работы режима именно Smart. Мы эти дополнительные настройки смотрели в настройках. Здесь у нас что еще есть примечательное? Режим превышения трассы, режим превышения город. Это режим, который позволяет сделать некую надбавку к базе данных, к скорости, указанной в базе данных. Например, скорость превышения 20 км в час. Это означает, что предупреждение звуковое будет только если у вас скорость превышена разрешенную на 20 км в час. Здесь также выставляются эти значения, относятся к настройкам базы данных точек GPS. И именно поэтому здесь еще есть дополнительные настройки включения голоса оповещения по точкам базы данных. И включение зуммера оповещения по точкам базы данных. Очень обширный, очень большой режим – это фильтр точек базы данных. В радар-детекторе Intego Magnum имеется более, по-моему, 22 различных объекта. Это не только радары скорости. Это могут быть пешеходные переходы, лежачие полицейские, опасный поворот, опасности дети, пост ДПС, неровности дороги, опасный перекресток, знак «Уступите дорогу», «Железнодорожный переезд», контроль проезда светофоров. Муляжи, камеры контроля скорости, полоса общественного транспорта, камера постов ДПС, камера системы поток, контроль средней скорости, стрелка, мультикамера, стационарная камера, точки ПОИ. И каждый из этих пунктов вы можете самостоятельно включить или выключить для того, чтобы вам было комфортно ехать. В принципе, в незнакомой области очень хорошо помогают дополнительные как раз объекты, такие как неровности, опасный перекресток, лежачий полицейский. Они позволяют легко вам ориентироваться в незнакомой местности, особенно в темноте. Это очень хорошо. Кнопка точки ПОИ, она задает, включает или включает точки, которые пользователь внес в базу данных самостоятельно. А вот точка настройки точки ПОИ, если мы нажмем, то здесь у нас можно либо удалить все, либо удалить последнюю точку, если вы ошибочно задали. Также можно задать дистанцию. Дистанция означает, на каком расстоянии от точки ПОИ радар-детеклер вас будет предупреждать о приближении к ней. Здесь также можно задать громкость. Но зачем в меню регулировать громкость, когда этот пункт вынес на переднюю панель? Ну, давайте посмотрим на настройки GPS-модуля, до этого смотрели. Посмотрим системные настройки. В системных настройках мы можем задать дата и время, но это нам не нужно, поскольку у нас дата и время задаются по данным GPS-приемника. Можем задать работу аудио, то есть чувствительность микрофона, интервал до приглушения звука при извещении нас о радаре, и уровень приглушения звука мы тоже можем изменить, для того, чтобы сделать нашу поездку более комфортной. Интервал приглушения звука от 3 до 15 секунд задается. В прочих настройках мы можем задать, обязательно необходимо включить чувствительность GSSR, потому что, по-моему, при базовом значении он выключен, низкую или среднюю значение. Можно отформатировать карту, можно включить или выключить приветствие, и также можно включить или выключить каждый из модулей. У нас в данном устройстве комбинированы 3 независимых модуля. Это регистратор, GPS-информер и радар-детектор. Вот через этот режим, через пункт режим работы, мы можем каждый из этих модулей отключить. Можем посмотреть версию ПО и произвести сброс настроек на заводские. Кнопочка дисплей позволяет либо задать отключение дисплея, через какое время, настроить яркость. Здесь где-то был пункт, по-моему, калибровки еще. В целом, меню достаточно большое, и практика показывает, что сложно разобраться. Но если вы уже имеете опыт использования данных радар-детекторов, то не будет никакой сложности. На самом деле, все понятно, и все достаточно просто. Радар-детектор Intego Magnum показал себя, по нашему мнению, даже лучше, чем Intego Blaster. Наверное, это впечатление сказалось от того, что он был более отработан, и здесь немного была улучшена эргономика именно меню. Детектор обладает хорошей чувствительностью. Даже маломощные радары на большом расстоянии он оповещает. И одним из самых удобных функций, это когда выводятся сообщения о двух точках, когда, может быть, последовательно предупреждает о стоящих друг за другом камерах. На МКАДе это часто бывает, когда, например, стоит стрелка, а потом камера контроля обочин, например. Также база данных показывает направление, в котором работает камера. База данных двухточечная и очень точная. Одна из самых точных на рынке баз данных. Сам Intego Magnum при цене чуть менее 8000 рублей, это очень достойное устройство, которое мы бы рекомендовали использовать. Читайте нас на наших электронных страницах www.autodela.ru Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. У него будет еще много полезной информации. Спасибо за внимание.